Всем доброго дня! В эфире программа «Москульт» и я ее ведущая Ксения Шабаева. Интересный факт из мира кинематографа. Актер Гэри Олдман большой любитель импровизаций. В фильме «Леон» вся его беседа с отцом Матильды была совершенно спонтанной. Не было в сценарии и его вставки про Бетховена. Да и вообще в каждом дубле актер рассказывал разные истории. В ближайшие несколько минут вы узнаете, какими культурными событиями была и будет наполнена жизнь нашего города. Начнем с киноновинок. 10 октября в прокате стартует фантастический боевик китайско-американского производства Гемини. В главных ролях Уилл Смит и Уилл Смит. По сюжету первоклассный киллер Генри Броган становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед. Кому боевики, а кому мелодрамы. Для любителей более драматичных произведений. Фильм Вуди Алина «Дождливый день в Нью-Йорке». Студентка-журналистка едет в город небоскребов на один день вместе со своим парнем, чтобы взять интервью у известного режиссера. Однако плохая погода, люди из прошлого и соблазны богемской жизни грозят разрушить их отношения. Это реальная жизнь. Реальная жизнь нехороша, если нет чего-то получше. Все началось с одного крошечного паршивого часового интервью, а мы потеряли целый уикенд. Здесь же реальная сенсация. Сними свой плащ. Не могу. Под ним ничего нет. И третий фильм, который я предлагаю к просмотру, это немецкий триллер «Дело Калини». Начинающий немецкий адвокат Каспар Лейнен вынужден защищать в суде убийцу, который без видимой причины застрелил уважаемого 85-летнего бизнесмена. Выясняя мотивы преступления, адвокат проливает свет на события 40-х годов 20-го века, произошедших в фашистской Италии. И понимает, что столкнулся с крупнейшим судебным скандалом в Германии. Это ваш первый процесс. А вы хотите нарушить все правила? Он посоветовал тебе вернуться ко мне. Время тогда было другое. Честно? Как думаете, какой из спектаклей русского драматического театра самый дорогой и масштабный? Может быть, Ричард Третий? Или Анатома? Нет, это спектакль «Сказка странствий». 111 персонажей и столько же костюмов, 16 мест действия. Таинственный город, металлический лес, райский город на спине дракона, башня-замка над облаками, город чумы, дворец Горгона и еще десяток удивительных локаций. Не менее завораживающим будет и само действие. На сцене зрители ждут огнедышащий дракон и даже полет на летательном аппарате. С головой погрузиться в философскую притчу о дружбе изобретателя Орландо и девочке Марты можно будет уже совсем скоро. Предстоит сразу три дня показов. Это 25 октября, 18.30, 26 октября, 18.00 и 30 октября, 18.30. Телефон для справок 23 50 10. Перенесемся к изобразительному искусству. Художественный музей имени Сампилова предлагает к посещению выставку известного художника Бато Даши Циренова. Он признанный сценограф. Мастерски работал в живописи и графике, экспериментировал со скульптурными формами, а его работы выставлялись далеко за рубежом. На действующей выставке можно будет увидеть цикл работ под названием «Материнская линия», состоящий из картин и скульптур. Телефоны для справок 21 43 93 21 44 88. А что предлагает музей природы, разместившийся по соседству с художественным? Это интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги и шумом волн священного озера Байкал. Кстати, макет последнего позволяет увидеть смену сезонов года и направление ветров, а также границы охраняемых территорий вокруг озера. Всего на площади 200 квадратных метров разместилось более 400 экспонатов. Справки по телефону 21 41 49. Между тем, в Музее истории имени Хангалова к 100-летнему юбилею российской археологии открылась эксклюзивная выставка «Гунны империя степей». Экспозиция посвящена народу-основателю первого степного государства, которое противостояло единой державе объединенных китайских земель. На выставке впервые широкой публике представили детали захороненной колесницы с фрагментами ее красочного тента, а также новые находки из Иволгинского городища. Справки по телефону 21 40 08. Постоянно в Музее истории Бурятии имени Хангалова работает уникальная экспозиция «Хронограф Бурятии». Она о материальной культуре коренных и пришлых народов, проживающих на территории республики – венков, бурят, семейских и казаков. Выставка охватывает более чем трехвековой период – с конца 17 века и до начала 20-го. У меня на этом все. Выбирайте самое лучшее и раскрашивайте повседневную жизнь яркие цвета. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!